мужики всем привет с вами снова санек и наши шайбухи решил все таки запилить видосик как правильно их настроить будем так говорить правильно их варить так чтобы они были абсолютно параллельны друг другу симметричны вот как в зеркальном отражении сразу извиняюсь за шум идет дождь барабанит это все по металлу по крыше но я думаю это не критично и не смертельно слышно меня я думаю будет как то так давайте поставлю камеру на штатив и начнем итак мужики давайте расскажу и покажу как как я их сделал как настроил так чтобы они были абсолютно параллельны друг другу симметричны но перед этим конечно хотелось бы напомнить потому что ну видос по разному залетают рекомендацию кому-то раньше кому-то позже кто-то не видел предыдущих и все начинается по-новому поэтому давайте я напомню для тех кто не видел предыдущие видосы а нет заходите на канал все есть все показано рассказано я не знаю как еще как еще объяснять ну пускай будет так в общем что мы делали мы делали переднюю балку на мини трактор при помощи вот этого кондуктора то есть удерживали ступицы так чтобы нам было удобно все это дело монтировать крепить на нужную колею не держать ни в руках не нужно ничего абсолютно ничего не нужно все это замечательно справляется вот кондуктор что я делал еще варивал вот и не знаю флянцами назвать или как посадочные места под подшипник вот крепились они вот таким образом через отверстие для направляющих и варивал уже чулок также выставлял на нужную на нужный размер варивал чулок все замечательно абсолютно они находились на одной вышине абсолютно параллельно друг другу вообще никаких проблем никаких проблем я думаю даже намного удобнее нежели сюда вставлять полуось а потом его пытаться отцентровать вот где-то все равно можно криво нуть как ни крути поэтому таким способом намного точнее я сделал мосты нежели это все вручную также кстати видосы вот выскакивают точнее подсказки вверху экрана кто не видел заходите смотрите вот и про переднюю балку и про чулки на мост вот и кстати про полуосе прошлый видос был про укорачивание полуосей поэтому никаких проблем я не испытывал вообще с этим очень удобно все это центруется не нужно ничего в руках держать лишний раз очень удобно обваривать вообще шикардос три в одном три в одном получилось а теперь давайте покажу как легко и просто настроить это все дело и пользоваться тут делов на 15 минут если не имеешь представление но я просто сейчас облегчивает это и ускорю процесс как говорится кто надумает обязательно делайте это вам пригодится капец как пригодится так что можете даже сейчас оценить этот видос и продолжим смотреть так ну а нам понадобится какая-то поверхность данном моем случае это уголок вот может быть кусок швеллера может быть до чего угодно трубы лишь бы это была ровная относительно ровная поверхность на там уже каждый определяет по со своим точным прибором на глаз что это действительно ровный кусок уголка вот надо что-нибудь такое большое такое габаритное вот допустим труба 100 на 100 может подойти может ее нужно выставить относительно по этой стороны под 90 градусов то есть берем угольник и вот такие раз и чуть подвинул все 90 градусов здесь есть вот этот угол мы проверяем соответственно здесь чтобы тоже был 90 градусов если есть два угольника да у меня еще вот он поруб 73 есть проверяем еще одним так чтобы быть уверенным потому что допустим вот эти всякие китайские угольники которые он уже облазят мало того что они немножко горбатенькие они могут тоже тут рассказать очень много о себе лучше перепроверить несколькими угольниками чтоб действительно все это имело угол 90 градусов вот как то так можно использовать не обязательно такой можно использовать уголок можно кусок швеллера взять да нет 12 швеллер можно его поставить ну соответственно все это дело чтобы было говорится ровненько и зафиксировать на уголке просто на уголке удобно фиксировать струбцинами это струбцина все зафиксировал еще раз проверяют так чтобы все это дело действительно не сдвинулась и стояла под 90 градусов так ну кусочек уголка понадобится в моем случае это вот уголки по длиной по 10 сантиметров этого достаточно почему по 10 потому что когда прикручиваешь и нижний болт вот удлиненная голова ключ и гайковерт как раз не мешает не упирается ничего поэтому сделал так кто-то может сделать 15 сантиметров вот нужен уголок у меня здесь вот 50 и вот это 45 уголок к нему нужно приварить пластины вот таким образом я думаю понятно чтобы был здесь острый угол потому что в уголке он полукруглый и не пойдет острый угол обязательно приварил я на четыре точки так чтобы не крутануло ничего прихватки сделал этого доста это чисто направляя направление давать нужное все сделали уголок теперь нужно настроить нам шайбу берем шайбу ху желательно чтобы они конечно были одинаковые потому что сейчас покажу потому что они бывают немножко разные вот сейчас из всех вот она шайба вот она смотрите насколько больше ставлю я думаю прекрасно видно что шайба немножко больше поэтому нужно чтобы они были одинаковые и дальше нужно поставить шайбу таким образом чтобы уголок уголок ну соответственно когда пластина приварит приварено было упирался стенку и и не мешало не закрывало отверстия не маленькие небольшое не выпирала вот в центр молок вот таким образом я больше рассказываю это на самом деле все очень просто дальше нужно его выровнять отверстие ну меня подходит здесь где-то кусочек металла был в моем случае можно взять линейки вот подходящую положить на уголок и выравниваю вот чтобы отверстие нижний край вот он был ровненько то есть вот он шайба выровнялась как бы так как надо все теперь нужно ее прижать обычными струбцинами прижимаю чтобы она никуда не девалась не сдвигалась где-то еще одна струбцина вот она побольше есть все зажали проверяем если нас все устраивает нигде ничего не не торчит все сходится берем подводим и обвариваем внутри обвариваем внутри так чтоб снизу ничего не мешало и соответственно здесь чтобы не мешало болту проходить и спокойно крутиться вот для крепления здесь я уже показывал да что тоже все это прекрасно проходит вот и фиксируется как только сварили вот эту часть сейчас этот отстегну уберу чтоб не мешало вот как эта часть уже сварена мы уже знаем что здесь все замечательно берем вторую шайбу и скручиваем их болтами прямо четырьмя болтами по всей говорится равняется ровняем ее так что панородника было скручиваем и ввариваем ответную часть с другой стороны то есть берем уголок и ввариваем обязательно фиксируем струбциной и получается у нас абсолютно две симметричные так сказать зеркальное отображение нашего кондуктора вот и все делов тут просто на 15 минут мужики ну реально пристегнуть пристегнуть кусок чего-либо да хоть трубы хоть швеллера хоть уголка так чтобы закрепить шайбу да вот выставить шайбу ровненько и все и приварить уголок как-то так в общем на этом на работу заканчивать потому что проще не бывает проще не бывает а облегчает процесс сборки всех вот этих наших вещей самодельных да просто в тысячу раз можете в тысячу раз так что не поскупитесь обязательно лайкосик чтобы меня мотивировать до снимать подобные видосы если что-то вдруг взбредет в голову какая-то бредовая идея оказалось что это совсем и не бредовая идея на очень даже полезная самоделка этом будем прощаться с вами был санек подписывайтесь на канал кто не подписан вот пишите комментарии я их все читаю абсолютно все добавляйтесь к нам в группу в самодельщиков мужики вот всем пока еще увидимся